Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Вот что пытаются понять сейчас во многих столицах. В какой степени у новой американской администрации слова не будут расходиться с делами? Больше всего это пытаются понять сейчас в Тегеране, где решается судьба ядерного проекта. Тегеранцы, руководители Ирана, должны решить для себя, остановят ли они создание своего ракетно-ядерного оружия, пойдут ли на сделку, Соединенными Штатами и Европой в обмен на отмену санкций, или же попробуют продолжать эту программу, которая составляет предмет национальной гордости Ирана. Прежнего президента Дональда Трампа в Тегеране боялись. Испугались после того, как Трамп приказал ликвидировать генерала Косема Сулеймани, руководителя элитных подразделений Стражи Исламской революции. Косем Сулеймани был не просто генералом иранской армии, он был одной из самых видных фигур в тегеранском эстеблишменте. Поговаривали о том, что он видит уже некое политическое будущее для себя, что он может баллотироваться в президенты. И его уничтожение было ясным сигналом на Тегерану, что никто из этих людей, которые смело отдают приказы о различных боевых операциях по всему миру, не является неуязвимым. И в Тегеране испугались. Но когда стало ясно, что Дональд Трамп уходит, а Дональд Трамп разорвал, вышел из ядерной сделки, которая когда-то была заключена между Ираном и шестью государством, пятью постоянными членами Совета Безопасности, он и Германии, вышел из этой сделки. И тогда многие говорят, ну все, на следующий день Иран возобновит обогащение Урана. Ничего не произошло, потому что в Тегеране, еще раз скажу, Дональда Трампа боялись. А когда стало ясно, что он уходит, вот тогда и возобновилась ядерная программа. И в нынешнем январе, когда Дональд Трамп покидал Белый дом, с помпой в Тегеране объявили о том, что повышают уровень обогащения Урана, что необходимо для превращения природного Урана в вооруженный, то есть используемый при создании ядерного взрывного устройства. И теперь в Тегеране хотят понять, они должны бояться администрацию Джо Байдена или не должны. Есть государства, которые во что бы то ни стало решили для себя, что не допустят создание Ираном ядерного оружия. Это Израиль, Саудовская Аравия и другие суннитские государства Арабского Востока, для которых Иран враг, и враг настоящий, не только на словах, но и на деле. Но эти государства не располагают достаточным потенциалом военным для полного уничтожения иранской ядерной программы, потому что в Тегеране, конечно же, изначально понимали уязвимость ядерных объектов и создавали ядерную программу такой, чтобы она была почти неуязвима. Во-первых, это огромное количество объектов. Они разбросаны по немалой территории страны, и они укрыты под землей в толще гор. Фактически только одна страна располагает реальным военным потенциалом для того, чтобы уничтожить иранскую ядерную программу. Это Соединенные Штаты. Дело не только в том, что она располагает мощной дальней авиацией. Ну, скажем, израильские самолеты тоже могут долететь до ядерных объектов Ирана, но такого количества дальних бомбардировщиков ВВС Израиля не имеет. В Соединенных Штатах есть достаточная армия дальних бомбардировщиков, и главное, на их вооружении есть бомбы, предназначенные, они созданы еще во времена прошлой Холодной войны, для разрушения подземных объектов. Это специальные боеприпасы, чрезвычайно мощные, создавались для того, чтобы уничтожить штабы противника, которые, естественно, на случай войны располагались глубоко под землей, под бетонными укрытиями. И вот такой запас авиабомб, авиации Соединенных Штатов, разумеется, имеется. И вот эти бомбы, они, конечно, могут поставить точку в иранской ядерной программе. И в Тегеране хотят понять, способны американцы пойти на нечто подобное или не способны. У них есть сомнения относительно нынешней администрации, потому что Джо Байден и его люди, которые занимаются военными и политическими делами, принадлежат демократической партии, которая декларирует свою приверженность международного права и права человека. И в Тегеране полагают, что они, наверное, на это не пойдут. Вся ядерная программа Ирана рассчитана на то, что эта страна вернет себе славу и величие, утраченные в последние столетия. Ведь Иран – Персия, первая сверхдержава Древнего мира. Потом наступили века прозябания, века унижения со стороны Запада. И в последние десятилетия 20-го столетия Иран воспрял духом и решил вернуть себе ту славу, которая ему необходима для национального самоощущения. Ядерная программа стоит колоссальных денег. Иран – очень небогатая страна. Там люди бедствуют, там молодежь сидит без работы, особенно из-за санкций ухудшили положение. Тем не менее огромные деньги тратятся на ядерную программу, и это встречает поддержку в обществе. Почему? Потому что ощущение желания вернуть себе это величие, оно сильнее всего. Давно хотели создать ядерное оружие. На самом деле еще при Шахе, хотя он был союзником Соединенных Штатов, уже тогда велись работы. Шах отправлял молодых иранцев за границу учиться ядерному делу. Потом, когда власть сменилась, Саэт Аллаха Мени как-то скептически относился к ядерному оружию, не считал, что Всевышний его позволяет. Но после смерти Хамени эти проблемы исчезли, и началось создание масштабной ядерной программы. Помогал Пакистан. Пакистан был образцом для Ирана, когда Пакистан, нищие государства, обзавелось ракетно-ядерным оружием. Туда приехал министр иностранных дел Ирана, и сказал, все, отныне исламский мир будет чувствовать себя спокойнее, потому что у нас есть исламская ядерная бомба. Но Ирана чувствовали бы себя еще спокойнее, если бы завелись собственным оружием. И они получали помощь от Пакистана, и техническую, и технологическую, и скупали все, что им необходимо, и создавали такую мощную сеть ядерных объектов, которые, еще раз отметим, были бы неуязвимы для различных операций извне. В общем, не очень получалось, потому что много раз они становились объектами различных действий спецслужб, иногда очень успешно. В 2010 году мощная кибератака надолго вывела ядерную программу из работы. Был ликвидирован целый ряд иранских ядерщиков. Некоторые операции были достойны кинофильмов. Ну, скажем, едет иранский ядерщик в автомобиль, вдруг появляется мотоцикл, мотоцикл на ходу прикрепляет взрывчатку к автомобилю, уезжает, автомобиль взрывается. Было несколько таких терактов. В прошлом году был ликвидирован человек, которого называли отцом, иранской ядерной программы, которая на самом деле в Министерстве обороны ведала всеми новейшими разработками. Причем на сей раз это было что-то до сих пор до конца необъясненное, потому что там не было никакой оперативной группы, там не было никаких боевиков. Он был уничтожен с помощью оружия, управляемого из космоса. Еще другие были операции компьютерного свойства, которые останавливали работу, и они продолжаются и по сей день. Только что в тот момент, когда в Вене открылись переговоры по возвращению к сделке, которая была заключена в 2010 году, из которой вышли Соединенные Штаты при Трампе, в Иране пышно, у них есть день ядерных дел, такой специальный ядерный праздник, сообщили об открытии новой, такого нового каскада газовых центрифуг, необходимых для обогащения урана, торжественно заявили, о них показали по телевидению, а на следующий день там произошло что-то. Сначала иранцы сообщили, что ничего не произошло, потом сообщили, что последствия невелики, а потом наконец сообщили, что это был теракт. И теперь, судя по всему, каскад этих ядерных центрифуг выведен из действия практически на год. О чем идет речь? Дело в том, что уран природный, нуждается в обогащении, нужно выделить тот изотоп, который необходим для использования взрывчатки. Обогащение происходит различными путями, самый эффективный способ – это газовые центрифуги, где раскручиваются эти молекулы, более тяжелые, они оседают на стенках газовой центрифуги, их там собирают. Но это нужно каскады, нужно тысячи газовых центрифуг. Сначала их получали из Пакистана, потом стали строить сами. Это огромное производство, колоссальное, которое должно координироваться, естественно, компьютерными сетями, которые вот и были выведены из строя. Чем был смысл сделки, подписанной в 10-м году? Дело в том, что в Иране смертельно испугали Соединенных Штатов, когда президент Джордж Буш-младший нанес удар сначала по Афганистану, а потом по соседнему Ираку. И видя, с какой легкостью рухнул, ненавидимый в Тегеране, Саддам Хусейн, иранские руководители испугались. И в 2004 году были готовы остановить всю ядерную программу, но Джордж Буш-младший был занят своими делами и момент этот был упущен. Тем не менее, нулевые годы – это время, когда великие державы сотрудничали между собой. И Совет Безопасности, стараясь остановить иранскую ядерную программу, вводил все новые и новые санкции. Дело в том, что, конечно, дипломаты это нечасто говорят, но никто не сомневается в том, что Тегеран создает именно ядерное оружие. Хотя сами иранцы, конечно же, об этом не говорят. Я был в Тегеране, встречался с руководителем иранской ядерной программы, и он красиво рассказывал о том, что мы же современное государство. Мы не можем полагаться только на природные ископаемые, на нефть, на газ. Вот мы электростанции создаем, хотим, конечно же, иметь и атомные электростанции. Нельзя сказать, чтобы хотя бы кто-то ему поверил, потому что Иран действительно крупнейший экспортер нефти. Там колоссальные залежи природного газа, они еще даже не начали эксплуатировать. И в такой не очень богатой стране выбрасывать колоссальные деньги на создание ядерных электростанций было бы совершенно бессмысленно. Поэтому никто не сомневается в конечной цели ядерных усилий Ирана. Поэтому великие державы в нулевых годах тесно между собой координировались, договорились о том, что они предложат, и предложили Тегерану программу, в которой Иран на 15 лет, откладывая все работы по обогащению Ирана, и вообще все работы в ядерной сфере, в обмен снимаются с Ирана все санкции. И такое соглашение было подписано. Но для Дональда Трампа это соглашение ничего не стоило. Потому что он заявил, что с режимом убийц, я цитирую, договариваться ни о чем не нужно, бессмысленно. Они все равно обманут. И ясное дело, что иранцы продолжают создание ядерного оружия. Такого же мнения придерживаются в Израиле. И премьер-министр Натанеху демонстрировал документы, найденные израильской разведкой, из которых следовало, что ядерный проект в Иране продолжает осуществляться. Поэтому Соединенные Штаты при Трампе вышли из сделки, ввели дополнительные санкции, которые, конечно, совершенно разрушили иранскую экономику. Но в Иране есть свои внутриполитические проблемы. Они состоят в том, что это государство с такой необычной политической системой. С одной стороны, это жесткая система, где никакие диссиденты к политике не допускаются, а с другой стороны, там существует политическая борьба. Там, скажем, очень властный парламент, который может снять любого министра, парламенту, который может критиковать запросто президента, потому что высшая власть принадлежит Айтале Али-Хаминеи. В Иране ожидаются выборы. Предвыборные кампании носят всегда ожесточенный характер. Схватка происходит между крайними и не совсем крайними. Но выставлять себя сторонником договоренности с Западом, Соединенными Штатами в иранском политическом пространстве совершенно невозможно. Поэтому переговоры в Вене, конечно, находятся в очень сложном положении. Потому что я так понимаю, что, конечно, целый ряд иранских практических руководителей хотели бы договориться, потому что снятие санкций совершенно необходимо для нормальной жизни страны. Но они боятся своих радикалов и ястребов, которые настаивают на том, что с этими врагами договариваться ни о чем нельзя. Поэтому на самом деле все зависит от того, в какой степени в Тегеране испугаются возможных действий Соединенных Штатов. Вот они сейчас и присматриваются к администрации Джо Байдена. И, судя по всему, в Иране полагают, что это слабаки, что боятся их не надо. Но, возможно, они забывают историю. Дело в том, что Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. И вся байденовская команда тогда находилась в администрации. А Барак Обама пришел в Белый дом после Буша-младшего. Пришел в Белый дом со словами, что мы, конечно, должны сокращать свое военное присутствие, что мы не должны участвовать в военных операциях за границей. Но никакие войска ниоткуда не вывел. Более того, именно Барак Обама, Байден был у него вице-президент, начал программу масштабного уничтожения террористов за пределами Соединенных Штатов с помощью беспилотников. Ну, сама по себе операция по уничтожению Осама Бен Ладна на территории другого государства в Пакистане, она вошла в историю, но она такая единичная. А вот что происходило на каждодневной основе, это нахождение различного рода боевиков и террористов, которых искала американская разведка, уничтожение их с помощью беспилотников. Это началось при Обаме и Байдене. Практически каждый день в кабинет Обама заходил его помощник по внутренней безопасности Бреннера, который потом стал директором Центрального разведывательного управления, выкладывал на стол бумаги, потому что каждая операция только с личной санкцией президента производилась. И Обама говорил, да, разведывательные спутники находили очередного боевика, потом туда отправлялся беспилотник, и когда он видел объект, то оператор беспилотника, который сидит у себя в оперативном центре за многие километры от места действия, нажимал кнопку, и ракета с беспилотника уничтожала очередного боевика. Эта кампания колоссальная по уничтожению врагов Соединенных Штатов продолжалась на протяжении всего президентства Барака Обама, при котором Джо Байден был вице-президентом. Поэтому, возможно, в Тегеране заблуждаются относительно Джо Байдена. Это потому, что они плохо изучают историю. В отличие от нас с вами, потому что мы-то с вами изучаем историю такой, какой она была, и вспоминаем то, что другие забыли. Это помогает разобраться в дни сегодняшних. Будем с вами этим заниматься. Ну, и чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал Радио Тель.